всем привет хочу вам показать свою еще одну новинку это спотифилон сенсация я его приобрела уже ну наверно недели три назад он у меня уже за это время как я его приобрела успел даже выпустить листик видите лист новый я его не пересаживала и хочу сейчас вот перевалить его горшочек потому что смотрю там корешочки хорошие и он принципе у меня дома уже адаптировался то есть можно его перевалить ну вот смотрите он раскручивает такой листочек уже молодой хороший в общем потянуло меня на спотифилума как я и сказала и у меня вообще в этом году прям хорошее пополнение так как я купила спотифилум пикассо домино и у меня еще два было и вот сейчас сенсация но сенсацию конечно я хотела очень нравится мне это растение очень декоративный вид имеет такие большие листья и у них так ярко выражено вот это вот как гофрированный такой листочек и цветет он огромными просто огромными цветами но я сейчас не буду совсем останавливаться долго на уходе так как у меня совсем недавно было видео по именно по уходу за спотифилумом и если кому-то интересно можете зайти на мой канал и посмотреть там все 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 подробно у меня я прям рассказываю такие крупные листья но это еще не самый крупный размер то есть это все равно еще отделение как бы более мелкое это как бы детка получается то есть у него очень огромные листья ну сейчас я перевалю его другой горшочек я приготовила горшок но совсем чуть-чуть побольше чем он сидит вот эти литровка обрезана я уже на дно керамзит положила у горшочка соответственно есть дренажное отверстие это нужно обязательно чтобы корешочком влага не застаивалась нужно обязательно дренажное отверстие и сейчас по ходу я вам расскажу какой он приготовила но такой грунт я ему приготовила он довольно такие рыхлый питательный у меня здесь идет немного универсального грунта обычного но такого хорошего конечно желательно немного кокосового субстракта немножко совсем кора но она такая очень мелкая древесный уголь положилась сюда щепотка удобрения осмокот про длительного действия я использую удобрения осмокот про но мне нравится это удобрение в принципе добавляя его во многие растения то есть она постепенно растворяется и растения получают достаточно витамин какие ему нужны и меня часто спрашивают комментарии допустим если я добавляю его в грунт поливаю ли я потом еще удобрения я поливаю но развожу немного поменьше вздоровку и все равно поливаю так как осмокот он же все равно выделяется он сразу выделяется по чуть-чуть и получается в принципе хорошо я просто по растениям вижу уже их понимаю так что ничего страшного если не переборщить ну все приступим так керамзит у меня там есть и я сейчас добавлю немного грунта грунт должен быть очень рыхлый воздухопроницаемый чтобы вода не застаивалась в общем как для всех ароидных растений спатифилум же у нас относится к ароидным но сейчас я его аккуратненько перевалю чтобы не травмировать его и пусть он уже растет у меня в этом горшочке вот он прям вообще знаете не идет никак придется разрезать потому что я боюсь у него вот эти нижние корешочки там они просто переросли что ли конечно грунт я старый не буду убирать я его просто окрасненько сейчас все постараюсь извлечь ну вот я его вытащила корешочки хорошие все просто я грунт убирать не буду грунт здесь тоже хорошие здесь и кокосовое есть и перлит кстати еще забыла я в грунт обязательно перлит добавила в общем я его просто аккуратно сейчас заглублять тоже шейку не буду вот как он рос вот я просто добавлю сейчас по бокам грунт и все здесь как раз в принципе два пальца горшок ну не новый как вы видите я просто купила специально горшок и промахнулась размером и купила больше ну а больше садить как-то страшновато сильно большой горшок даже не рекомендуют и пришлось отобрать горшок у фикуса а фикуса пересадила побольше но он довольный корни потому что у него уже разрослись поэтому кашпо и то есть ему пересадка только на пользу пойдет в горшочке сразу смотрится растение по-другому вид такой стал но у меня просто там как-то немного вроде ровно поставила по кому корней ничего выравниться уже разрастаться будет все хорошо здесь все убрать вот как он был здесь ничего и присыпать ему землю не буду это место у него должно дышать здесь вот корешочек ну вот так перевалила я своего красавца но сейчас вкратце немного скажу как по уходу за статифилумом кто не видел предыдущего видео моего любит светлое место но не прямые солнечные лучи не любит сквозняков самое главное полив то есть не нужно заливать и не нужно сильно чтобы он пересушивать тоже нельзя в общем нужно золотая середина подкормки но так как я использовала смокон но все равно я буду его еще подкармливать раз 14 дней удобрением для цветущих растений но доза у меня будет меньше теперь буду ждать от этого красавца буйного роста красивых цветочков и конечно же буду вам показывать как он у меня развивается но вот сюда я поставила он у меня здесь растет здесь у него компания здесь стоят антуриумы тоже его родственники тоже ароидные как видите у меня здесь довольно таки светло и меня конечно же выручает лампа которую мне прислали на тестирование лампа марс гидро кому интересно я ссылку оставлю в описании под видео увидимся в следующем видео а